напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали сколько в ссср было фактических руководителей страны в руководстве ссср было всего 8 человек ленин сталин маленков хрущев брежнев андропов черненко и горбачёв кто из советских руководителей рекламировал пиццу бывший президент ссср михаил горбачёв снялся в рекламе американской сети ресторанов пицца в 1990-х годах так как нуждался в деньгах для работы своего фонда в какой со стран существовала валюта тугрик тугрик это денежная единица монголии на монгольский тугрик известен прежде всего по роману эльфа и петрова золотой теленок само же наименование тугрик это семантическая калька китайского понятия юань и также обозначает круг монета кто сажал алюминиевые огурцы на брезентовом поле песню алюминиевые огурцы написал и исполнил лидер группы кино виктор цой в каком классе большинство советских детей начинали изучать иностранный язык в большинстве советских средних школ изучение иностранных языков начиналось с 5 класса исключение составляли специализированные школы где учить иностранный язык начинали в первом или втором классах какая из этих хищных птиц не встречалась на территории ссср кондоры относятся к семейству американских грифов и обитают только в северной америке какое имя раньше носил футбольный клуб зенит зимой 1939 года произошел перевод физкультурников добровольного спортивного общества ленинградского металлического завода имени сталина в добровольное спортивное общество зенит таким образом команда ленинградского металлического завода стала называться зенит в каком городе возникли рок-группы наутилус помпилиус чаев и агата кристи рок-группы наутилус помпилиус чаев и агата кристи начинали свой творческий путь в свердловском рок-клубе представитель какой зарубежной страны первым отправился в космос на советском космическом корабле владимир ремик это первый летчик космонавт чехословакии он первый человек в космосе не являющийся гражданином ссср и сша кто рассказал владимиру маяковскому что через четыре года здесь будет город сад строки через четыре года здесь будет город сад стихотворном рассказе владимира маяковского прозвучали от хреново который рассказывал о кузнецк строй и о людях кузнецка кому принадлежит фраза если враг не сдается то его уничтожают если враг не сдается его уничтожают название статьи писателя максима горького которая была опубликована 15 ноября 1930 года одновременно статья опубликовалась в двух газетах правды известия какой народ ссср был третьим по численности согласно переписи населения ссср 1989 года третьим по численности народом страны после русских и украинцев были узбеки 16 миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч человек как называлась единственная оппозиционная партия разрешенные в ссср в конце перестройки 12 апреля 1991 года министерством юстиции ссср была зарегистрирована либерально-демократическая партия советского союза единственная на тот момент оппозиционная кпсс-партия неофициально существовавшие еще с декабря 1989 года кто из бывших руководителей соседнего государства родился на территории ссср бывший лидер к ндр ким чемир родился на территории ссср в селе вятская в 70 километрах от хабаровска где располагалась 88 отдельная бригада советской армии батальоном который командовал его отец тогда еще будущий руководитель к ндр ким ир сен какой был самый холодный город ссср и мира аймекон наиболее известен как один из полюсов холода на планете по ряду параметров аймеконская долина наиболее суровое место на земле где проживает постоянное население какое имя носил город тольятти до своего переименования в честь итальянского коммуниста 28 августа 1964 года президиум верховного совета рсфср постановил переименовать город ставрополь куйбышевской области в город тольятти в честь пальмира тольятти генерального секретаря цк коммунистической партии италии какое название закрепилась за майкой без рукавов белую майку вместе с пузырящимися на коленях трико носил хрестоматийный советский алкоголик отсюда и название майки алкоголичка какой пушной зверек встречался только на территории ссср выхухоль это реликтовый вид эндемичный на территории бывшего ссср какая буква была возвращена в русский алфавит в советское время декретом высшего совета народного хозяйства от 4 ноября 1918 года буква твердый знак была изъята из алфавита и заменена апострофом в августе 1928 года на рам про свернул разделительный твердый знак а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа что это за советский прибор в данном коротком ролике и для чего он использовался а и а и и и и и и и и напишите в комментариях ваш вариант ответа что это за прибор и для чего его использовали надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест